Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Тема «Переход в Пятое измерение. Мы в ответе за тех, кого приучили». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется раскрыть вам одну особенность, отличающую коллективное сознание животных от коллективного сознания людей. По большому счету, оно также состоит из совокупности энергий каждого отдельного существа определенного вида животных. Но поскольку домашние животные полностью зависят от человека, то место их обитания накладывает отпечаток на их энергетическую составляющую. Так, например, в Китае или Корее, где принято есть собак, в их коллективном сознании преобладает страх перед людьми, которого нет у этого вида животных, проживающих в Европе, где к ним относятся с большой любовью. Или, например, в Индии, где корова традиционно считается священными животными. Они чувствуют себя в полной безопасности, в отличие от их сородичей в других странах, где их сотнями тысяч безжалостно уничтожают набойных. Я привел вам эти примеры лишь для того, чтобы показать влияние коллективного сознания людей той или иной страны на коллективные сознания, проживающих в этих странах животных. Почему это важно знать? Мне хочется, чтобы вы чувствовали ответственность за энергетическое наполнение не только коллективного сознания людей, но и коллективных сознаний, проживающих рядом с вами домашних животных и птиц, а по большому счету всех живых существ на вашей планете. Именно человек с его Божественной Душой способен создать гармоничные условия проживания для братьев ваших меньших. Поскольку уровень вибраций Земли определяется совокупностью энергий коллективных сознаний всех проживающих на ней живых существ. Так, варварское и безжалостное отношение людей к животным понижает вибрации не только их собственного коллективного сознания, но и коллективных сознаний тех существ, которые испытывают по отношению к человеку страх, панику, агрессию, злобу, ненависть. Но, конечно, родные мои, в отношении животных нужно найти золотую середину. Если человек вынужден убить хищника, угрожающего его жизни или жизни его близких, это является разумным средством самозащиты. Если человек в определенных условиях убивает животное, чтобы не умереть с голоду, это также вынужденная мера. Но если вы убиваете живых существ ради развлечения, чтобы продемонстрировать другим, какой вы умелый охотник, то это неоправданное убийство и бесчеловеческая жестокость. И тогда уже на уровне генетической памяти коллективного сознания этого вида животных откладывается энергия страха и ненависти по отношению к человеку. Так, ваш энергетический взаимообмен переходит уже в другую стадию, дисгармоничную, что понижает вибрации ваших коллективных сознаний. Всегда помните о том, что энергетический фон Земли состоит из совокупности энергий коллективных сознаний всех ее обитателей. И до тех пор, пока человек будет считать себя венцом природы, не думая о последствиях, этот фон будет оставаться дисгармоничным. Только мудрая любовь и разумное сосуществование человека и животных способны уравновесить энергии всех обитателей планеты, что повысит ее вибрации и обеспечит всем гармоничную жизнь. И я благословляю вас на это, родные мои, любящий вас безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему, мы в ответе за тех, кого приучили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!